Три перинатальных центра строятся сегодня в Московской области, в Нарофоминске, Коломне и у нас в Щелкове. В дни новогодних каникул работа на этих важнейших социальных объектах не прекращалась, но разве что в первые пару дней ограничивалась дежурными сменами. Поскольку сдача всех трех центров запланирована на этот год, то и внимание к ним повышенное. Губернаторский объект на особом контроле. Уже 2 января ход работы на перинатальном центре проверил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов. Министра сопровождали руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов, его первый зам Ирина Иванова и представитель компании Мортон, которая и ведет строительство в Щелкове. Перинатальный центр рассчитан на 150 коек, а также на 250 посещений в смену в консультационно-диагностическом отделении. Общая площадь здания 35 тысяч квадратных метров. На объекте завершены все монолитные работы. Практический корпус перинатального центра готов. Смонтирована система отопления, на 80% смонтирована система вентиляции, на 90% выполнены все перегородки, выполнен тепловой контур, то есть стоят все окна. Именно работа системы теплоснабжения больше всего интересовала Сергея Пахомова. Он отметил, что обеспечить подачу тепла по постоянной схеме было основной задачей администрации, и она с ней справилась. Это значит, что зимнее время для работ не будет потеряно. Мы уже с вами были и видели, что внутри самое главное подное тепло. Сейчас на улице у нас минус 15, а внутри тепло позволяет вести отделочные работы. Это чем важно. Министр отметил готовность перинатального центра в Щелкове как одну из лучших. Есть небольшое отставание по фасадным работам, но в январе они должны войти в график. Мы определились наконец-таки с проектным решением по фасаду. Сделали его с красивыми картинками, в общем-то такой приличный. Активная работа по фасаду начнется в феврале, когда пойдут конструкции фасада. Три месяца назад здесь было серьезное отставание от графика, и у нас были очень жесткие сроки, поставленные гулятором Московской области, чтобы это отставание сократить. Оставание практически сокращено, сейчас у нас все работы идут в графике. По организации работы, по организации труда в Щелково, да, одна из лучших строительных готовностей, хорошо идут работы. Сергей Пахомов также предложил застройщику сделать табло с обратным отсчетом, как гарантию того, что объект будет сдан в срок, во втором квартале нынешнего года. Также прояснилась и судьба старого роддома, который находится рядом с масштабной стройкой. Здание будет снесено, а на его месте разобьют сквер. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».